Понятие о травме обширное. Травма была разрывы межребесных связок, приехали в жемаску и тренируемся. Травму залечили с помощью своих разных упражнений и некоторых пилюль. Тело восстановилось, готово к бою и уже неделю набираем потихонечку обороты. Но я никуда не уходил и не все не завязывал, а предстоящий гран-при, который начнется в сентябре, я приму участие. И, возможно, летом будет, может быть, бой. Просто один этап в спортивной карьере, в том виде спорта, как джиу-джитсу. Потихонечку осваиваем, какие-то ихние азы и перешли на вторую ступеньку с белого на синий пояс. Ну, посчитали, что я достоин этого пояса. И вчера было вручение. В принципе, да. Оно сейчас является таким видом спорта, который очень популярным, да, и получить черный пояс достаточно хорошо и звучит. Да нет, в принципе, наверное, шли правильным путем и в полном деле всю работу в какой-то степени правильно. Просто может быть, так частые бои, которые проходят раз в месяц, уже организм на третьем месяце уже стал психологически напрягаться. И для того, чтобы я отдыхал, но дал отдохнуть, он сам выкидывал какие-то травмы. Потому что уже после второго боя было, периодически появлялись разные травмы. И в итоге, в конце самая была такая неприятная травма. Получается такая ситуация, что многие бойцы бьются очень часто, да, это тоже не очень хорошо. А чемпионы дерутся гораздо меньше. И сейчас организация Бодиатор, они сейчас делают уже не восьмерки, а четверки. Чтобы часто бились чемпионы, и те люди, которые хотят стать чемпионами, тоже проводили не так часто бои. Тем самым, чтобы было меньше травмопаста. Потому что там посмотреть статистику всех гран-при, очень много людей выходят из-за травмы, да. Или финалы переносятся постоянно. Финалы, ну, в многих местах они переносились. И чемпионы не могли драться. Ну, честно говоря, в этом гран-при он достаточно фартовый. Спора нет. Ну, и трудолюбие его, конечно, помогает ему выиграть. Ну, посмотрим, как будет готов его оппонент. Они, потому что они уже встречались в предыдущем гран-при, и Ньютон уступил.